В нашу эфиру долучится Юрий Рашкин, политичный оглядыч, политичный деятель из Сполученных Штатов и депутат от округа Рок в штате Висконце. Вот уже мне поведомляют, что под Юрий с нами на звезду. Пройду одразу на русийскую, что было зручнейше. Юрий, здравствуйте, приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение, слава Украине. Героям нашим слава, спасибо, что согласились. Ну вот, собственно, российские СМИ сегодня показали фотографии, как в Москве встретились Путин и Кадыров-младший. Как вы считаете, зачем? Ну, вы знаете, мы уже видим традицию того, что когда один диктатор готовится перейти в мир иной, то нужно познакомить как бы покровителя с тем, кто хотелось бы, чтобы стал следующим царьком на территории. Мы это видим с Северной Кореей, когда они отправляются в поездку в Китай на поезде, потому что там не летают. И мы видим нечто подобное, то, что происходит с Чечнёй и Россией. При этом ситуация там, в общем-то, довольно закрытая. Мы как бы в советские времена рассуждаем практически на том, кто стоит рядом с Путиным. И вот поэтому, видимо, в этом контексте Рамзану Кадырову было важно самому показать, что вот его сын появляется, стоит рядом вместе с Владимиром Путиным. И этот 17-летний молодой человек, который теперь уже, ну, у нас бы он ещё считался несовершеннолетним. Но кто его знает, у него, кажется, уже свадьба намечается, и там собираются вручить всем тем, кто там хотят 100 пар в Чечне, чтобы они вышли или поженились в тот же день, что и Кадыров-младший. Но при этом нельзя фотографировать и снимать церемонию. То есть такое, ну, феодальное средневековое существование, но при этом с Инстаграмом и ТикТоком. Поэтому всё это как бы намекает на то, что... Да и фотографии, которые мы в последнее время видим, а Кадырова самого непонятно, то ли это фотошоп, то ли он серьёзно болен, так что тут ещё этот момент возникает. Ну и, конечно, то, что там бесперерывно происходит уничтожение бульдогов под ковром, когда одного отравили, другой растворился непонятно каким образом. И при этом интересно, что Кадыров сам вызывает врача не из России. То есть он хорошо понимает, с кем он имеет дело. И понимает, что московские врачи, ещё по сталинскому примеру, можно вспомнить, что это очень удобный способ избавления от неудобного человека. Поэтому ситуация в Чечне непростая. Но счастливого конца, мне кажется, он не наступит по демократическим способам. Это будет какое-то сражение, по крайней мере, на внутреннем уровне. И вообще тяжело смотреть на семью Кадырова со всеми его многочисленными детьми и понимая, что когда они станут Рамзана, то всем им придётся, мягко говоря, нелегко. А можно поподробнее уточнить, что вам известно о состоянии здоровья, о той болезни, которой якобы сейчас болеет Кадыров? Вот вы сказали, что врача ему вызывали, причём не из России. Да-да. Но это как бы то, что пишут у нас здесь в средствах информации, что у него, видимо, проблемы с печенью... Нет, кидней, простите. Поэтому вызвали нефролога из Объединённых Арабских Эмиратов. Мы, опять же, видим, что вызвали врача, есть фотография, и есть фотографии молодого Кадырова с Путиным. И как мы эти кусочки пазла хотим сложить вместе, как бы зависит от нас. Возможно, всё это абсолютно не связано друг с другом, а возможно, тут есть какие-то составляющие, которые имеют какое-то отношение друг к другу. По вашему мнению, а что ждёт Чечню в случае, если действительно Кадыров-младший, так сказать, её возглавит? Что вообще о нём известно? Есть ли у него хоть какой-то опыт? Ну, нельзя сказать, что про него много здесь пишут. Мы просто видим, что вот фотография, вот ещё один молодой Рамзан Кадыров. И мы знаем семейную историю. И мы знаем, что вся эта семья, в принципе, держится на Владимире Путине. И в этом смысле есть определённый такой, как бы, индикатор, как бы, сколько продержится семья клан Кадыровых, в том же смысле, как сколько просидит Навальный в тюрьме, до конца путинского правления. После этого мы видим, что раз сам Кадыров хочет, чтобы его сын фотографировался с Путиным, то это, знаете, это не просто вот знаменитость, а это знаменитость, которая поддерживает жизненное состояние этой семьи Кадыровых. Поэтому Владимир Путин играет очень большую роль. Но мы видим, что по заявлениям, которые делает сам Кадыров, например, после того, что произошло в Брянске, ещё больше настаивает на том, чтобы страна перешла на военное положение. Видимо, это то, что нужно диктатору, чтобы удержать власть силой. Поэтому всё как бы тут идёт по севернокорейскому варианту, я бы сказал. Но гарантии того, что, как будет выглядеть тот чёрный лебедь, конечно, у нас нет. А как вы считаете, как скоро действительно российский диктатор может объявить или военное положение в стране, или объявить вообще войну? Вот накануне сообщалось, что Путин подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, которые не выполняют госзаказ, как раз в условиях военного положения. Вот выглядит так, как будто готовятся к этому. Да, выглядит так, как будто к этому готовятся. Я вообще думал, что расстрелы уже начнутся против предателей и там, я не знаю, мрази, как он сказал, к концу прошлого года. Но вместо этого они просто взяли всех заключённых и послали их на фронт, чтобы их там утилизировали западным оружием и ВСУ. Поэтому мы видим, что Путин таким образом решил избавиться от слишком большого количества населения. Ему ведь столько людей на самом деле не нужно в России. Это уже давно известно для экономики, которая держится на трубе. Но не нужно 140 миллионов людей, сколько бы их там на самом деле не было. Нужно вроде бы человеку миллионов 40, я слышал цифру. Поэтому он просто избавляется от всех, кто ему не нужен, кто ему мешает, на самом деле просто, в общем-то, упрощая будущую задачу для Китая. Но когда это будет объявлено полной мобилизацией, это может произойти в любой момент. Сегодня, например, знаменательный день 70 лет со дня смерти Сталина. Интересно, какие мысли по этому поводу думает Путин в своём бункере. Но то, что он достаточно боится собственного населения и не хочет даже объявлять войну, вместо этого использует свой путинский новояз и использует специальную военную операцию или частичную мобилизацию, говорит мне о том, что он всё-таки чего-то боится. Что, в общем-то, в каком-то смысле обнадёживает. Но слова — это слова, действия — это действия. Поэтому то, что сейчас он утилизирует всю страну и уже говорит о том, чтобы наказывать людей за невыполнение контрактов, мне это ещё говорит о том, как по-разному решаются проблемы с логистикой в тоталитарном фашистском государстве, в отличие от западных стран. Когда, например, хотелось бы послать больше оружия в Украину, но на данный момент у нас его просто нет таких количеств, каких ВСУ и ЗСУ его используют. Это прекрасно, что его так используют, это прекрасно, что оно так работает, но его нужно сделать, поэтому мы делаем новые контракты, новые поставщики, новые заводы, новые рабочие места. Всё это создаётся. А в России говорят о том, чтобы пристрелить тех, кто заказы не выполняет. Это другой способ как бы запугать людей, но это не приведёт к выполнению заказа. Это приведёт к выполнению, к повышению коррупции, к повышению страха, к повышению исхода из страны, которую мы уже наблюдаем. Но это не решит никаких проблем для Путина. Интересные мысли сегодня в голову пришли человеку, благодаря которому в первую очередь стала возможна утилизация зэков. Я говорю про Пригожина. Он сегодня начал размышлять над тем, что могут российские войска не только отойти от Бахмута, а вообще вернуться к российским границам. И он там жаловался на то, что там мало снарядов и всё в таком роде. И говорит, если это произойдёт, то, конечно же, обвинят нас в первую очередь, вагнеровцев. Вот как вы считаете, вот такое нытьё Пригожина, это свидетельствует о том, что действительно уже всерьёз рассматривается сценарий, при котором российской армии придётся отойти, или это для того, чтобы выпросить больше снарядов? Ну, я думаю, что у Пригожина свои расчёты и принимать его слова за чистую правду, я думаю, это, ну, слегка легкомысленно. Что он имеет в виду, почему он так завизжал и завопил теперь о том, что, ну, в принципе, его сделают крайним? Я думаю, это потому, что они не добиваются успеха. Потому что даже та кровавая бойня, которую Владимир Путин разрешил и санкционировал, ну, практически смертную казнь, которую он ввёл, посылая заключённых на смерть в Украине, не решила его проблем. Знаете, как была такая слегка чёрная шутка по поводу того, что в Турции в результате землетрясения земля сдвинулась на три... В результате землетрясения в Турции земля сдвинулась на три метра, и в результате всё то, что Россия завоевала, как бы она потеряла обратно. Этот способ войны средневековыми способами не решает проблем в 21 веке. И, видимо, даже до Пригожина это начинает доходить, и он понимает, что вот как бы с одной стороны, когда тебе дают такую возможность показать себя, это возможность показать себя, возможность заявить о себе, а с другой стороны провал — это не то, что приветствуется в такой ситуации, и когда у нас бульдоги под ковром, которые друг друга жирают, и уменьшающийся, всё время уменьшающийся пирог ресурсов, то в этой ситуации кому нужен Пригожин? Да он никому не был нужен, кроме Путина изначально. Видимо, его решили, возможно, его решили бросить и кинуть. Так что у него, ну как, он не выигрывает, он проигрывает, и за это есть последствия, видимо, даже в России. А вот о ресурсах хочу ещё спросить. Сегодня руководитель нашей разведки Кирилл Буданов заявил о том, что у России хватит ресурсов ещё на три месяца агрессивной войны. Речь идёт не только о использовании там солдат или техники на поле боя, а точно так же экономических ресурсов, возможностей военной промышленности и так далее. Вот согласны ли вы с таким расчётом? Знаете, я не знаю той информации, которая есть у Буданова, поэтому я не буду с ним спорить. Но мне кажется, что это вполне резонное заявление. Мы как бы ждём, с одной стороны, когда же этот шарик с грязным воздухом лопнет. С другой стороны, уже Дерипаска заявила, что в 2024 году могут закончиться деньги, и нужно срочно что-то делать. Так что мы слышим как бы другие заявления, которые подтверждают то, что вы сказали. И поэтому мы видим такую озабоченность со стороны американских дипломатов, чтобы удержать Китая от того, чтобы влезть в эту ситуацию тогда, когда России срочно нужна оружие, нужна помощь, потому что, видимо, Иран уже даже не решает российских проблем. Поэтому тут вопрос, чтобы добить путинскую армию в Украине и не дать другим странам... До того, как другие страны подумают о том, чтобы вмешаться в это и решить каким-то образом поддержать своего друга-диктатора, чтобы в мире не появилось ощущение, что диктаторов так можно... От них можно защищаться, им можно противостоять, и их можно побеждать. Действительно, мы сейчас готовимся к нашему контрнаступлению, все его ждем с большим нетерпением. Не до конца понимаем масштабы, конечно же, но вот сегодня еще бывший глава Генштаба Британии заявил о том, что после успешного контрнаступления наших вооруженных сил Путина могут вымести из Кремля и сделают это в первую очередь недовольные генералы. Как вы считаете, делали вы бы ставку действительно на генералитет в этой ситуации? Нет, я бы на генералитет ставку не делал. Мне кажется, что российские генералы уже одной чернобаевкой доказали, насколько они не в состоянии спасти собственную жизнь. Поэтому на генералитет я бы здесь не рассчитывал. С другой стороны, великобританцы делают одни из самых агрессивных заявлений по поводу того, что может произойти, что должно произойти, чем это закончится. Это очень интересно наблюдать. С третьей стороны, делается все сейчас западными союзниками, чтобы поставить Украине оружие, которое поможет оттолкнуть Россию и вернуть Украину на границе 1991 года, но при этом не для того, чтобы уничтожать путинский режим внутри России. Это все равно задача россиян, тех, кто там живет, на этой территории. Потому что оккупировать Россию, уничтожать Россию, кому это нужно? Это слишком дорого, это бессмысленно. Я не знаю, что такую страну вообще можно изменить. Оттуда можно только уехать. Поэтому как этот режим закончится, мы еще до конца не уверены. Но то, что Украина вернет себе свою территорию, а после этого, возможно, нужно будет обнести Россию большим забором, рвом и крокодилами, это выглядит все более и более реально, потому что нужно оградиться от России, нужно дать Украине гарантии, что такого больше не повторится, и что все демократии, которые столько вложили и вкладывают сейчас в Украину, не потеряют то, что они вложили, как бы, и что Украина выстоит и станет свободным, и останется демократическим государством, которое при этом еще будет сражаться с коррупцией внутри. Это то, что нужно Западу. А как это контрнаступление сейчас, мы видим все больше и больше снимков появляется с массой западного оружия, которое сейчас должно и поступает в Украину. Но при этом, конечно, я не ожидаю, что будут пресс-релизы. Я думаю, что русские просто будут... Мы как бы увидим, как они бегут, и их будут продолжать утилизировать, потому что воевать они не в состоянии. И это еще один, как бы, еще одна пощечина путинскому режиму, потому что он не в состоянии оказался... Вот вся эта хваленая вторая армия в мире оказалась немощной, немощной и утилизированной в Украине. Это оружие, которое теперь мало кому нужно, это люди, которых мало кто боится, больше как бы презирают и хотят от них отоградиться, но это, как бы, это угроза, которую нужно теперь, который весь мир понял, что это угроза, которая, если с ней не разобраться, это будет возвращаться. Поэтому сейчас очень важно сделать так, чтобы Россия не могла быть опять угрозой всему миру еще на долгое-долгое время. Спасибо вам большое, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Нагадаю нашим глядачам, знаменазвязку был Юрий Рашкин, политичный яич из Сполученных Штатов, депутат от округа Рок в штате Висконсин.